Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Протоколы и приказы, они обязательны для выполнения. Выездное совещание концерна «Росэнергоатом». Выполнение требований безопасности – это наш приоритет. Подведены итоги дня охраны труда на предприятии. Как мы воспитаем душу будущих поколений, так мы с вами будем и жить. Такова будет и память. Мероприятия, посвященные захоронению останков погибшего экипажа самолета Ил-2. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции обратил внимание на соблюдение особого режима безопасности и надежной эксплуатации энергоблоков и сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Сегодня 24 629 мегаватт электрической энергии, что составляет 81,8% по месяцу и 99,7% по году. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. Нагрузка станции 3182 мегаватта. Нагрузка подробного инженера в работе переработка предприятия в работе существенно замечаем по работающему оборудованию. Выработка электроэнергии за 24 дня октября составила 1 миллиард 719 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 60 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 17,2 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Как снизить нерациональные затраты и повысить эффективность административно-хозяйственной деятельности? Об этом шла речь на выездном совещании концерна «Росэнергоатом» по вопросам реализации отраслевых функций административно-хозяйственной деятельности, которое прошло на площадке Смоленской станции 19 октября. В нем приняли участие заместители директоров атомных станций по общим вопросам и руководители дочерних предприятий концерна, обслуживающих атомные электростанции. Вся наша страна сегодня нацелена на том, чтобы рационально использовать средства. Естественно, и в госкорпорации разработаны соответствующие программы, которые нацеливают нас на оптимизацию всех наших затрат. Допустим, такая программа, как «Пора». Это программа оптимизации расходов. Сюда входят транспортные расходы, командировочные расходы, расходы на содержание офисов и так далее. В целом по отрасли программа «Пора» предусматривает экономию за два года на 5 миллиардов рублей. «Пора» точно так же, как и вся страна, поставила основную задачу экономить эти средства. Не экономить ради экономии, а оптимизировать ради повышения эффективности производства. Центральному аппарату концерна уже удалось достичь ощутимой экономии по ряду непроизводственных затрат. Так, сокращение служебного персонального транспорта автомобилей представительского класса на 20 единиц позволило сэкономить около 70 миллионов в год. Оптимизированы затраты на командировки. Их количество минимизировано за счет проведения совещаний в режиме видеоконференции. Билеты на транспорт приобретаются заблаговременно по более приемлемым тарифам. На контроль поставлены сроки пребывания в командировках. Крупный резерв сокращения расходов приходится на аренду административно-офисных помещений. Сейчас в Центральном аппарате завершается процесс перемещения филиалов и дочерних организаций, расположенных в Москве и Московской области, в единое офисное пространство. Мы должны в этом году индексировать заработную плату. Мы должны достраивать блоки. Мы должны развиваться. Это все деньги. Я вот начал с того, что немножко сложновато сейчас везде. Поэтому, если не будем экономить, то в один прекрасный день мы просто не сможем делать то, что должны делать. Процессы оптимизации расходов происходят во всех филиалах концерна и его дочерних зависимых организациях. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленской АЭС. В этом месяце он прошел по теме «Нарядно-допускная система производства работ. Состояние введения документации по охране труда». В октябре комиссии под председательством высшего руководства проверили состояние охраны труда и соблюдение требований безопасности в учебно-тренировочном подразделении, отделе планирования и проведения ремонта, реакторном цехе, управлении закупок и лаборатории психофизиологического обеспечения. Во время инспекции выявлены замечания по состоянию рабочих мест, производственных помещений, оборудования, маркировки, введения документации по охране труда. Их устранения организованы в каждом подразделении. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский акцентировал внимание руководителей на необходимости более тщательно контролировать состояние условий и охраны труда на рабочих местах персонала. В целях профилактики травматизма при движении на личном и служебном автотранспорте и предотвращении дорожно-транспортных происшествий в октябре в цехах проведены самопроверки. В частности, в цехе обеспечивающих систем проверено и техническое состояние оборудования транспортных средств, выпускаемых на линию, организация предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей, допускаемых к перевозке пассажиров. Качество самопроверок в цехах выборочно оценили специалисты отдела охраны труда. Недостатков проведения проверок самоконтроля не было. Все подразделения отработали на хорошем уровне. Ноярский день охраны труда будет посвящен теме электробезопасности. По поручению концерна «Росэнергоатом» и госкорпорации «Росатом» продолжается планомерная работа по реализации мероприятий, направленных на предотвращение травматизма, связанных с эксплуатацией электроустановок, находящихся под напряжением. Запланированы обходы подразделений в рамках третьей ступени контроля. Подведение итогов Дня охраны труда состоится 18 ноября. Мероприятия, посвященные захоронению останков погибшего экипажа самолета Ил-2, прошли в городе Атомщика в Десногорске. 19 августа 1943 года оборвалась история советского штурмовика Ил-2, который был подбит фашистами в небе над Смоленщиной, ныне территория Калужской области. Пилот Бондаренко и стрелок Вячеславов все эти годы пролежали под землей в лесах Спаздеменского района в боевой машине, фрагменты которой бойцы отрядов «Обелиск» и «Русь» управления МВД Калужской области подняли в апреле 2016 года. По заводским номерам двигателя установили историю самолета и имена летного экипажа. 21 октября семьи летчиков приехали в Десногорск. Они побывали на месте гибели экипажа и узнали подробности их последнего воздушного боя. В храме всех скорбящих радость прошла поминальная литургия. Солдат проводили в последний путь с христианскими почестями. После службы на вечере памяти в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС поисковики передали родственникам личные вещи героев – штурвал и гашетку пилота, рукоять управления пулеметной турелью, парашютные пряжки, а также документальный фильм о подъеме самолета. Ценными реликвиями семей Бондаренко и Вячеславовых также станут медали «Шагнувшие бессмертие», которыми посмертно награжден экипаж Л-2. Хочу сказать большое спасибо, благодарность всему поисковому отряду в лице Алексея Тимофеева. Это непередаваемое ощущение, это память, это гордость. Председатель Смоленской областной думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия», командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов уверен, что мы не должны забывать нашу историю. Число наших ветеранов неумолимо уменьшается. Уменьшается количество тех живых свидетелей, которые не понаслышке, а сами видели и участвовали, и защищали нашу Родину. Участвовали в той кровопролитной войне, которая унесла сотни миллионов наших граждан. И я хочу сказать общественникам спасибо. Кто идет в леса, работает, кто делает очень важное, нужное, благородное дело. Я желаю всем вам здоровья, желаю продолжать поиск, и желаю, чтобы мы никогда не забывали нашу великую историю наших героев и на их примере воспитывали наших детей. И это главное то, что мы можем сделать для наших потомков. За вклад в патриотическое воспитание, поисковую деятельность, отряд обелиск награжден благодарственной грамотой депутатов Смоленской областной думы. 22 октября летный экипаж Л-2 с воинскими почестями был погребен на мемориальном комплексе в Своздеменском районе, недалеко от места падения самолета. Благодаря поисковикам пилот Бондаренко и стрелок Вячеславов вернулись с боевого задания и обрели вечный покой. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok